Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Главные новости на сегодня. Западная Армения. Килис. Конференция Армении на тему сколько армян сегодня проживают в Западной Армении. Сын Западной Армении, командор военно-морского флота Франции, известный географ и картограф Затвик Ханзадян. Безопасность армянских сирот. От землетрясения пострадала сена Тигранакерта. Особенности моста Ани. Поддержит государственное телевидение Западной Армении. Город Гилис-Полевой Килики находится в 60 километрах северу от сирийского Алеппо. С древних времен был армяно-населенным. До 1915 года имел 5250 прихожан апостольской церкви, 327 армян-католиков и более 340 армян-протестантов, которым принадлежали экономические, здравоохранительные, образовательные шаги. Армяне занимались ремеслами, торговлей, производством оливкового масла. Депортация армян началась 28 июня 1915 года. Проживая вблизи границы, армяне подверглись сравнительно щадящему геноциду. Погибло всего 1500 человек. Изгнанные из Терзора были полностью уничтожены, оставшиеся после депортации вернулись. Однако в 1921 году, после подписания франко-турецкого договора, когда Килис перешел в Турцию, армяне были вынуждены эмигрировать в Алеппо. В 1925 году турецкие власти подорвали динамитом, освященную в 1873 году Величественную Церковь Сурб-Ованеса, этим уничтожив последний след армянства. Сколько армян живет сегодня в Западной Армении? Официально в переписи, проведенной по выборам на основе тех, кто называет себя последователем греглянской или армянской апостольской религии, их число колеблется от 70 тысяч до 90 тысяч. Неофициально, учитывая скрывшую свою идентичность армян, их число может достигать 9 миллионов. По официальным данным, сегодня в Западной Армении проживают около 90 тысяч армян. Армянская община в основном представлена в Константинополе и ряде других крупных городов, таких как Тигранакерт и Малатия, которые в турецкой статистике фигурируют как последователи армянской апостольской церкви своей религии, что и указано в документе, удостоверяющем личность. Тех, кого Эрдоган осмелился назвать «остатками меча», то есть те, кто избежал геноцид, все больше раскрывают свою скрытную идентичность или хранят ее в тайне, опасаясь репрессий со стороны турецких властей или обычных жителей сел Западной Армении. В то время, когда Армения населением в 3 миллиона могла легко интегрировать миллионы других армян, скрывающихся в Западной Армении, как можно игнорировать этот важный демографический потенциал? Хосров и Лиозер, Игрикор Амирзаян попытаются представить основные элементы, которые позволят лучше понять скрывших свою идентичность армян, которые не фигурируют ни в одной статистике. На конференции Армении, которая состоится 24 февраля, в пятницу представят одну из самых неизвестных страниц истории армянского народа. Полная статья доступна на нашем сайте. Командор военно-морского флота Франции, известный географ и картограф Затик Ханзадян родился в городе Маниса, Османской Турции. Во время обучения на картографическом отделении Смирского военно-морского училища талантливый юноша очень скоро отличился своей блестящей успеваемостью и в 1909 году по поручению французских преподавателей училища уехал в Париж. Начинают учебу в высшей школе мореплавания в Париже, затем в Академии Генерального штаба Франции, получив диплом инженера-гидрографа и звание командора французского военно-морского инженера. Общественности малоизвестен факт, что карту Объединенной Армении, представленную дегрегацией Западной Армении на Парижской мирной конференции в 1919 году, написал известный французский ученый и картограф армянского происхождения Затик Ханзадян. Видеоматериал, рассказывающий о жизни и деятельности Затика Ханзадято, вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. В контексте поверхностных изменений, происходящих в последние годы в Западной Армении, заметен определенный прогресс в контексте изменений в отношении геноцида армян. В годы турецких погромов большое количество армянских детей было похищено турками и курдами, затем принудительно исламизировано. Часть армянских детей, оставшихся сиротами по приказу и инициативе османских властей, была распределена в мусульманские семьи. Многих отправили в турецкие приюты и исламизировали. В 2015 году в Западной Армении была издана книга «Воспоминания изданного ребенка», написанная в 1906 году на основе воспоминаний Мамвела Каркашаряна, родившегося в Адане. История начинается с описания депортации семьи и преподносит события, немного нарушая естественную непрерывность. По словам Мамвела, становится ясно, что караван направился в сторону Терзора. Подробно описывается произошедшее в провинции Рес-Олинь. Описанные сцены свидетельствуют о том, что в дело осуществления геноцида были вовлечены представители различных соев мусульманского общества и возрастных групп. Ужасно осознавать, что только ради одежды многие курды, арабы, турки легко убивали армян. В заключение стоит добавить, что желание найти своих родных сопровождает Мамвела всю жизнь. Полная статья доступна на нашем сайте. В Тигранакерте, Западной Армении, где в результате землетрясения было разрушено 19 построений, также повреждены 30 частей стен, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ассоциация охраны культурного и природного наследия Тигранакерта провела исследование и представила доклад. Согласно докладу, на бастионных исторических стен Тигранакерта, также на стенах крепости были обнаружены повреждения различной величины. Каждое из сооружений имеет следы отдельного периода и включено в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В докладе отмечается, что наибольший ущерб нанесен стенами между двумя бастионами, где есть обвалы. Западная Армения в ближайшее время проведет инвентаризацию поврежденных вследствие землетрясения культурных памятников, после чего будут проведены ремонтные работы с привлечением международных структур, поскольку турецкое правительство продолжает держать в оккупации территории Западной Армении. На реке Ахурян еще во времена правления Багратуни в X-XI веке были построены многочисленные мосты, которые свидетельствуют о мастерстве строителей и высоком уровне инженерии той эпохи. Самый длинный из этих мостов, известный как мост Ани, имел особое значение и структуру. Мост соединял два берега реки и являлся частью оборонительной системы города. Мост длиной в 30 метров на двух береговых участках имел подвижное деревянное строение, которое при необходимости можно было оттянуть, что делало мост непроходимым. В настоящее время мост разрушен. Недавно в ходе работы с Арменией было достигнуто соглашение о ремонте моста Ани, которое имеет для нас большое значение. Об этом на одной из последних пресс-конференций заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзуян. Все эти переговоры ведутся без Западной Армении, в ущерб правам армянского населения, потомков, переживших геноцид. Последствия будут более серьезными. В перспективе будут стоить намного дороже, что приведет к экономической проблеме. Безразличие властей Еревана будет иметь последствия для безопасности не только армянских жителей Кавказской Армянской Республики. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, а также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в заключение новостей послушаем музыкальные произведения. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА